Дежурная группа Это лужи, мы к ней привыкли уже. Это как море наше дворовое называется. От самого Воронова это полоса препятствий, правда. И ничего не меняется. Засыпят сюда только этими камнями и все. Потому что у нас по ночам тут гоняют на машине. И вся дорога разбивается, но это неуносимо. А люди, когда здесь идут, машины едут. Бывают, зацепляются тоже. Но это не первый год уже. В прошлом году, после моего обращения к Наталье Коптелининой, у меня ребенок инвалид-колясочник. И мы вот, допустим, проживаем в этом доме. На улицу Воронова я выехать не могу. Я обратилась, тогда вот приехали, откачали. Единственный раз эту лужу. Засыпали шлаком, значит, эти вот ямы там все. Но это до первого дождя. Воду из лужи должны откачать по заявке 205. Поэтому звоните туда как можно чаще, пока они не приедут и не откачают ее. Ну а что делать с вот этими глубокими ямами? Здесь в администрации Советского района тоже решили вопрос. В 2022 году уже запланирован ремонт междворового проезда от улицы Воронова до проспекта Металлургов. На данный момент объявлены торги на поиск подрядчика. Завершаться они 11 апреля. Как только контракт будет подписан, подрядчик сразу приступит к строительным работам. С недавнего времени торговый центр и бульвар закрыт. Эксплуатацию всех помещений в здании запретили судебные приставы. Они же, кстати, опечатали двери. Все дело в том, что здесь неоднократно нарушались требования пожарной безопасности. Сотрудники уведомили владельцев о необходимости остановить работу торговых залов. Накануне судебные приставы посетили торговый центр и зафиксировали, что торговые павильоны и спортивные организации, находящиеся в здании, не функционируют. В торговом центре находится несколько магазинов. И видно, что все оборудование здесь не забрали. Все также и стоит на месте. Вот, к примеру, на первом этаже находится магазин с люстрами, настольными лампами. Сегодня бы их могли купить люди, но, к сожалению, пока этого сделать невозможно. В 2018 году здание уже было опечатано судебными приставами. На этот раз торговый центр откроется, как только собственники устранят все нарушения. Жители 19-го дома на улице Воронова пожаловались на то, что рядом с их домом ставят автомобили прямо на газон. Говорят, что уничтожили всю растительность, да к тому же подсыпали себе дорожку, чтобы машину ставить было комфортнее. Ну вот, как мы видим, здесь уже есть записка. Машину на газон не ставить, пока она предупредительная. А также есть номер водителя. Давайте позвоним, узнаем, почему он все-таки поставил машину на газон. Мест не было на парковке. Приехал поздно вечером уже. Ну, сегодня вечером я обещаю, что я уберу его. Понял, спасибо. Я специально номер оставил, чтобы была контактная информация. Здесь раньше был газон, понятно, да? Ну вот, бордюры, все это вот. Раньше был газон. Сейчас что тут происходит? Стоят машины. Тут водитель свою вину осознал, и это правильно, но здесь есть также еще несколько нарушителей, которые любят парковать свои автомобили на газоне. Я добавлю, что в Советском районе только с начала этого года таким водителям было выписано более 500 штрафов. Ну, а если вы недовольны тем, что в вашем дворе паркуют автомобили на газоне, то смело отправляйте фотографию с точной датой и местом на сайт вашей администрации района. Это была дежурная группа Евгений Шиповский, Андрей Ткачук. Новости Прима.